Для меня философия — это наука о том, как мы можем вообще в целом жить, потому что есть такая наука, как антология, которая занимается бытием, и очень интересно узнавать о том, откуда мы вообще появились, и вот это знание даёт понимание того, что ты должен делать по жизни. Ты пытаешься избежать экзистенциального кризиса. — Философ? Ну, я думаю, что это человек, который больше, чем другие, понимает структуру мира, не какую-то высокую философию, смысл жизни или что-то подобное, а именно понимает то, что с чем связано, как этот мир работает, грубо говоря. Поэтому я считаю, что именно этот факультет даёт возможность нам понимать и идти дальше по жизни с каким-то действительно глубоким, хорошим гуманитарным знанием. Это даёт базу. — Мне очень нравится. Я выбрал направление по душе. Я изначально планировал поступать на философский факультет, и я не разочаровался в своём выборе. — Философию я выбрал, потому что она помогла мне переосмыслить моих любимых классиков художественной литературы, помогла найти новый взгляд на мир и вещи в этом мире. И также философия, как я лично считаю, помогает не потеряться в этом мире, в котором очень важно обрести себя, свою личность и самобытность. — Когда я выбирала направление, на которое я хочу пойти, я сомневалась и выбирала между несколькими гуманитарными направлениями. И, как и многие мои друзья, мы выбирали философию, потому что философия настолько обширна, и она включает множество направлений внутри себя. Мне было очень интересно получить действительно хорошее базовое гуманитарное знание. Поэтому я решила, что только такой факультет, такого университета может дать мне это. Поэтому философия был моим выбором. — Выбрал я философский факультет, потому что мне показалось, что это очень интересно, занимательно, это на 100% гуманитарная специальность. И мне кажется, всем необычным людям с каким-то интересным мышлением стоит сюда поступать и реализовывать себя в этой сфере, потому что эта сфера необъятна. С философскими знаниями можно поступить не только в науку, можно еще реализовать себя в пиар и в медиа. Меня удивило, что такие специальности вообще существуют, что это в наше время довольно-таки актуально. И мне понравилось, что здесь много очень интересных людей, преподавателей и студентов. — Студенческая жизнь в нашем университете очень активна. У нас действует много клубов. Активная научная жизнь. Мы постоянно можем участвовать в конференциях, круглых столах, семинарах. У нас очень хорошая компания, и так как не очень большой курс, мы все дружны и поддерживаем общение в институте за его пределами. Так как большая часть преподавателей является действующими сотрудниками Российской Академии Наук, то мы постоянно вовлечены в научную жизнь. — Старшие курсы и младшие очень дружны. Старшие курсы часто помогают младшим. Мы так находим друзей, иногда любовь, помогаем сдавать сессию, делаем домашние задания. И в целом факультет философский очень дружный. Я могу назвать несколько. Это как и зарубежная история, и история западной философии, потому что это, пожалуй, два основных предмета. Западная философия — это некоторый базис, можно так сказать, с помощью которого я, собственно, и становлюсь философом, становлюсь тем, кто я есть. С начала второго курса я являюсь лаборантом в Институте философии на секторе социальной эпистемологии. Мне из-за успеваемости, из-за активной учебной деятельности предложили поработать в Академии Наук. Я согласился и уже практически год являюсь сотрудником. Работа совершенно не мешает учебе. Она занимает не так много времени, зато это отличная практика, очень интересная и дает дальнейшие перспективы. Многие не знают, чем можно заниматься на философском факультете. Есть предрассудки, что на философском факультете сидят и просто болтают, и ничего не делают. Но на самом деле это не так. Мы занимаемся как общегуманитарными науками, такими как история, психология, правоведение, и также и узконаправленными, такими как антология наука о бытии, эпистемология наука о знании, логика, риторика. Когда мои друзья задают вопрос, вообще что ты делаешь на своем философском факультете, куда ты потом пойдешь, и чем вы там вообще занимаетесь, вы, наверное, просто ничего не делаете. Я говорю о том, что на философском не так уж и легко. Мы много читаем, мы много узнаем. Например, к последнему экзамену я читала Гегеля, и это было очень сложно. Но это было очень интересно, поскольку мозг по-другому начинает мыслить, и ты по-другому открываешь себя. И философия дает именно вот это вот новое мироощущение себя и общества в целом. Для меня Гауган — это в первую очередь действительно настоящее прекрасное образование. Я закончила второй курс сейчас, и я могу сказать, что на протяжении этих двух лет я узнала так много не только в какой-то научной сфере, но и вообще о жизни. К тому же для меня университет — это то место, куда я пришла из первого курса, с первого дня, и до настоящего момента я ни разу не пожалела о своем выборе. Я бы рекомендовал поступать на философский людям, которые не ищут простых ответов на вопросы.